13 января сотрудники управления социальной защиты города Иваново вздохнули с облегчением. От огромной очереди, что была накануне, в день начала подачи заявлений в детские лагеря, на следующее утро не осталось и следам. 50 дополнительно созданных мест оказались весьма кстати. На прием документов от одного человека уходит всего 5-7 минут. Родители признаются, что об очередях в первый день подачи заявлений хорошо знают, но все равно стремятся приехать. Чтобы попасть именно в тот лагерь и на ту смену, которой мне хочется. Потому что первую смену мы всегда посещаем в лагерь дневного пребывания, а вторую и третью смену уже хотим. И понятно, что заявление именно на эти смены и в те санатории, где условия получше или детям нравится досуг, как там организован вожатский состав, питание. Наши дети тоже нам все это говорят и мы тоже, когда приезжаем на посещение, все это видим. В январе этого года был запущен электронный сервис, позволяющий дистанционно подать заявление на предоставление путевки в санаторно-здоровительные и загородно-здоровительные лагеря. Но портал государственных и муниципальных услуг не выдержал нагрузки. И подать заявление лично оказалось проще. Претензий нет, достаточно все быстро оформляется. Единственное, что в электронном виде я пыталась вчера все это сделать, но у меня, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому вчера я, конечно, приехала сюда, посмотрела, сколько здесь народу. Поняла, что до вечера мне придется стоять, поэтому вынуждена была вернуться на работу. Приехала вот сегодня и подала заявление. Как нам сообщили в Департаменте развития информационного общества, воспользоваться услугой в электронном виде одновременно решили порядка двух тысяч человек. У нас невыридированный канал в связи. Мы были вынуждены экстренно его расширять. Однако заявления все приходили. Не возвращались статусы, что, наверное, волновало граждан. Не возвращались статусы от Департамента социальной защиты. Сейчас на данный момент эти статусы возвращаются. В личных кабинетах можно посмотреть состояние своих заявок. Сейчас портал функционирует в штатном режиме. Заявления на получение услуг в электронной форме за полтора дня оставили свыше трех с половиной тысяч человек. Все заявления, как электронные, так и поданные гражданами лично в территориальное управление социальной защиты населения будут сведены в единую очередь. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.